Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает Red Dead Stranding Director's Cut на Xbox Series X. Весь трасс 79,8 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Игра работает на Xbox Series X с разрешением 2160p и 60 кадров в секунду. Это первый режим графики, второй режим графики это 1800p и 60 кадров в секунду. Два режима графики, разрешение и FPS, хотя и в том и в другом случае игра работает при 60 кадров в секунду. В первом случае просто 4К разрешение, во втором случае чуть ниже чем 4К разрешение, 1800p. Касаемо вообще настроек, давайте быстренько пробежимся, покажу, что у нас здесь есть. Игра полностью на русском языке, субтитры, озвучка и текст. Как бы она везде выходила полностью на русском, так же и на Xbox ее выпустили на русском языке. Игра вышла 7 ноября 2024 года, если вы смотрите видео намного позже. Касаемо графики, вот смотрите, есть широкоэкранный режим, если у вас есть широкоэкранный монитор, к примеру, вы можете здесь включить, у вас растянется вроде как на весь экран, если я все правильно понимаю. Приоритет производительности, качество, то есть приоритет качества выставлен на 2160p, 4К, 60 кадров. И второй режим это производительность 1800p и 60 кадров. Не понимаю, зачем сделали два режима, если как бы и там и там 60 кадров, ну да ладно, ну да ладно. Языки, все что здесь можно поставить, так же экран, яркость на 6, параметры звука. Ну и геймпад, управление клавиатурой мыши тоже есть. И параметры игры в принципе тоже на ваших экранах покажу, лишним не будет. Ну и давайте продолжим, конечно же. Игра оптимизирована под Xbox Series X, поэтому она запускается только с внутреннего SSD диска. С внешнего жесткого диска не запустится, если только у вас будет какой-то специальный SSD. Да. Сэр, даже лучшие курьеры могут потерять грузы. Но ты лучший из лучших. Ты сможешь завершить то, что не удалось им. Если найдешь брошенные грузы, подумай о том, чтобы доставить их по назначению. Это легче, чем тебе кажется. Понимаешь, все наши грузы отмечены идентификаторами Бриджес. А твой Адрадек оснащен сканером, который их засекает. То есть, я хочу сказать, что эта штука на твоем плече поможет тебе найти пропавшие грузы. Вот. Ну и как вы сами понимаете, кто играл в Death Stranding, кто не играл в Death Stranding, то объясняю. Мы играем игру, говорят, за Сэма, который у нас главный герой, который должен соединить все штаты обратно воедино. Здесь у нас будущее после апокалипсиса какого-то мирового. И штаты нужно соединить вместе обратно. Это будет суть основной игры в принципе. Также доставление грузов, сражение против всяких монстров и тому подобное. И сверхъестественное здесь тоже, кстати, очень-очень много. Если кому-то такое интересно, конечно же. Ну и вот с собой ботиночки зачем-то на шучу. Я не помню, кстати, зачем ботинки я с собой взял. Ну да ладно. Груз мы на спине несем. ББ у нас есть. С помощью него мы замечаем вот этих всяких паранормальных штуков. Я забыл, как они правильно называются. Можете мне, конечно, в комментариях поправить. То есть балансение в реке. Ну и вообще баланс. То есть ЛТР ты зажимаешь и у тебя держит баланс. То есть чтобы ты нигде не упал. Допустим, какие-то моменты. Вот допустим, как в реке. Балансировать нужно, чтобы ты не сбалансируешь нормально. У тебя персонаж упадет. И груз повредится. Поэтому здесь это как бы очень важно. Есть также выносливость у нас. Вот она показывается такой синенькой шкалой. Есть у нас хилка. Допустим, вот это вот энергетик. Мы можем выпить его. Давай выпьем. Выпит энергетик. Также у нас есть что строить. Но пока нам нечего строить. Потому что мы можем... Давайте... Не хочу пить. Пописи им. Можно пописать. Естественные потребности. 200 миллилитров. Ну и достижения получил. Мокрое дело. Впервые помочиться под открытым небом. Вот и все. Можно даже... Вот, грибочек вырос. То есть здесь нашему грибочку могут поставить лайк. То есть это место, где мы испражнились. То есть по маленькому сходили. Впервые. И потом, когда игроки будут играть, допустим, это место будет пробегать. И они увидят это и могут лайк поставить. Да. Вот как раз таки лестница здесь нужна для того, чтобы... Допустим, моментами где-то очень глубокие места или куда-то залезть нужно. Ты лестницу ставишь и по ней переходишь. Вот и все. Да. Аппарального дождя повреждает контейнеры. Да. Не оставайся под дождем дольше, чем нужно. Да. Дождь влияет вот этот вот... Дождь влияет на контейнеры. Видно даже, что они начинают испаряться. Это во-первых. Во-вторых, потом появляется спрей. Этим спреем мы можем побрызгать. И у нас станет намного лучше. Это что у нас там лежит? Давай просканируем. Как бы очень, на самом деле, удобное управление здесь. На самом деле, очень удобное. Каждый груз это обещание человеку в беде. Который надеется, что ты придешь. Да. Ну вот лайки также можно поставить. И моему тому грибочку, где я испражнился впервые. Так, ну можно бежать. Есть также фоторежим. Как бы здесь фокусное расстояние. Можно посмотреть. Вообще на текстурке. Просто посмотреть, вот как это все выглядит. Мне вот кажется, что моментами будто бы не хватает растительности. Где-то вот видите, есть растительность. К примеру, вот тут. Вот здесь есть. Там ее нет. То есть странно. Возможно, это просто такая, знаете, придирочка. Вот как наш персонаж выглядит. Довольно-таки красиво. Есть моменты и элементы какие-то мыльные. Допустим, те же сами надписи на персонажа, на его костюмах. Они какие-то мыльные. То есть не до конца будто бы отрендерены. Ну оно, походу, так и должно быть. Так, давай здесь лайк тоже поставим. А, только один лайк могу поставить. Ладно, идем. Это у нас что вообще такое? Я что-то не понимаю. Масштаб. Проверить ББ. Проверить ББ. Вот наш ББ. Он нам помогает как раз-таки увидеть всех этих... монстров, которые здесь у нас в игре будут всегда встречаться. Частенько. Ну, не помню, как они там правильно называются, конечно. Да, мы через гору пойдем. Попробуем через гору пройти. Обязательно тут балансировочка нужна. Ну, то есть, это режим 4К. Вот давайте мы даже сейчас поменяем. Меню. Система. Давай параметры. Как долго это заходить. Конечно, это параметры графики. И здесь приоритет производительности. Поставим. И честно, ты не заметишь в принципе вообще никакой разницы. То есть, картинка плюс-минус остается такой же. Непонятно почему... Ну, FPS тот же самый. Но непонятно почему... Картинка становится по разрешению чуть хуже. То есть, ну, это странно как-то. Очень странно. Непонятное какое-то решение. Можно было просто один режим оставить, что на Series S там 2К разрешение 60 кадров и Full HD 60 кадров. Здесь же почему-то странно. Очень странно это, конечно, все сделано. Максимально странно. Не знаю. Вообще прям не знаю, зачем это сделано. Как бы одного режима вполне бы хватило. Можно даже обратно переключиться. Как бы не вижу смысла во втором режиме, если есть более лучший режим с графикой. Ну, зачем? Непонятно. А так, в принципе, все то же самое игра, кто играл раньше на PlayStation 4, на PlayStation 5, на ПК. Это все то же самое. Вот линия какая-то еще идет. Я что-то не помню. Это какая-то... А, да. Хиральная сеть отключилась. И нужно нам соединить. Это вот наше сейчас задание. Соединить хиральную сеть. Ой-ой-ой. Аккуратно. Чуть не упал. Это очень опасно сейчас было. Тут же весь смысл, чтобы груз доставить. А если я ушатаю груз, мне как бы плохо будет. Чем ценнее груз я принес, ну, в плане того, что он сохранился, тем лучше будет. Вот и тут моменты начинаются как раз таки того, чтобы пересечь какие-то глубокие реки. Но вот там можно, наверное, как-то пройти. То есть где-то вот там, к примеру. А нам нужно чем сокращеннее, тем лучше. Потому что у нас портится груз от этого дождя. Вот поэтому идем. Ну, очень красиво выглядит игра. Конечно же, максимально оптимизирована. Наверное, одна из самых оптимизированных игр вообще, которая выходила на Xbox Series S и Series X. Все, дождь прошел. Сканер рельефа. Тут будет показываться, где что и куда. Да, вот здесь нам, скорее всего, придется-то как раз таки и поставить где-нибудь лестницу. Наверное, где-то вот вон там поставим. Пробежимся немножечко. Там более лучше будет. Там даже, вон, видишь, показывает, что там рекомендуют лестницу поставить. А нет, это тут узел кто-то потерял. Ну, как бы оно так и есть. Там лучше всего поставить, где, короче всего, уже всего река. Вот давай, наверное, вот здесь как раз таки поставим. Где-нибудь вот здесь. Так. Давай возьмем с собой, возможно, получится у нас его взять. Нести на спине. Ну, подожди, повернись, повернись. Ох, какой. Ой-ой-ой, аккуратно. Теперь очень тяжело будет, конечно, нести, потому что груз слишком большой. Так, давай-ка мы, знаешь, что сделаем. Лестница задействовать. Так, выбор места. Так, вот здесь мы поставим. И уронится она. Замечательно. И все, и по ней просто идешь. Вот и лестница тебе засчиталась. Начинающий строитель. Все, залезть. Вести, возвести первую постройку. Отлично. И все. То есть, как бы вот так и пересекаются всякие уступы, не уступы. Допустим, там нужно куда-то наверх залезть. Тебе, ты так кидаешь, так же веревку. И с помощью веревки поднимаешься. Потому что такие места ты просто-напросто не пройдешь. Тем более с таким грузом. Так, здесь мы, наверное, так пройдем, да? Мы здесь как бы не должны упасть. Здесь река-то не сильно глубокая. Да, отлично. Здесь мы прошли. Даже посмотрите, как вода выглядит. Ну, все очень-очень-очень хорошо выглядит. Так. Замечательно. Ну, вот нам сюда как бы и надо. Это цель миссии нашей. Дойти. Знаете, местами будто бы растительности не хватает. Местами она где-то есть, местами где-то ее. И нет. Вот так вообще текстурки прям очень приятно. Управление так же. Отзывчиво. То есть, нет какого-то, знаете, input lag или еще чего-то. 60 кадров стабильны. Даже какие-то моменты будут там дальше. Где много экшена на экране будет происходить. А здесь такое тоже будет. Там так же будет все максимально стабильно. Отлично. Вообще хорошо выглядит игра. В подписке ее, к сожалению, нет. Пока что на ПК подписке. На ПК геймпассе. ПК геймпасс. Там есть эта игра. Пока что на Xbox геймпассе ее нет. Но возможно, я так предполагаю, что ее и добавят со временем в подписочку. Поэтому ждем. Ждем. Так. Использовать терминал. И мы выкладываем весь груз. Доставить. Запрошенного груза. Подтвердить. Да, у нас сейчас все заберется. Доставляю груз. Спасибо. Всем оскорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA, и для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. Вот и все. Как бы ты приносишь просто-напросто груз. Тебя благодарят. И все. То есть тут ставят еще классности постепенно. Ты там повышаешься лучше и лучше. Ты более крутые грузы можешь носить. Больше получаешь за эти грузы. Опыт. Все. В общем. Как бы тут весь смысл-то в этом. Потом со временем там открываются какие-то оружия. Ты можешь потом стрелять. Да. Отлично. На отлично принес, кстати. Замечательно. Пропустите. Вот видите, класс курьера. Постепенно это тоже все повышается. И ты можешь все лучше и лучше носить. Класс курьера 12. Так. Да. Так. Это можно все пропустить. Это не важно. Нам нужно еще один груз выложить. Потому что тут сюжет как бы... Сюжет тоже неплохой. Саундтреки здесь самые лучшие, наверное, из игр. То есть музыкальное сопровождение, визуальное сопровождение. Все вместе. Вкупе как раз таки и дает вот такую интересную на самом деле игру. Хотя многим она не нравится почему-то. Многие считают ее душной. Да. Достижение. Новый день в UCA. Подключите своего первого члена к UCA. Отлично. Отлично. Это пропустили. Одно мы открыли. Нам нужно еще очень-очень много их открывать. Давай пропустим это все. Так. Пауза. Пауза. Ладно. Все. Первый узел подключен. И их еще нужно много подключать. Подключаешь. Подключаешь. И подключаешь. В этом как бы первые миссии такие ознакомительные. Дальше все будет намного интереснее. Ну так толку все это пропускать? Отлично. Спасибо. Да, 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 да. Все понятно. К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель. Портовый узел. На краю кратера возникшего после первого выплеска пустоты. Вот как раз таки. Это все нужно открыть. Это все нужно соединить. Чтобы была вот эта соединительная сеть. Чтобы они между собой были как бы вместе. Как улей. Как я не знаю. Используйте минат. Давай мы тут еще кое-что выложим. Так. Да, здесь можно изготовить также снаряжение. Окей. Себе новое. Допустим то же самое, что я использовал. Лестницу, якорный крюк, про который я говорил. И вот. Да, 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 да. Всякие разные постройки. Это ладно. Это тоже все понятно. Доставить. Доставка утерянного груза. Это мой все пропуск. Это нам тоже не важно. Это сюжет. Кто захочет, тот будет проходить. Давай пропускаем. Окей. Доставка утерянного груза. Подтвердить. Не проверять. Подтвердить. Все. Отлично. Еще груз доставил. Замечательно. Почему я его не ставил? Стоп. Использовать материал. Секундочку. Терминал точнее. Доставить. Доставка утерянного груза. Все. Неужели это можно пропускать? Все. То есть и это тоже я до ставил. А это наверное который адресат? Да. Отлично. Груз доверен другому игроку. Все. Далее. Курьер. Та же повысилась немножечко. Буквально на чуть-чуть. Классность моя. Ну и все. Как бы вот. В этом то и смысл вообще игры. Брать новые грузы. Вот опять же сюда заходим. Терминал. Выполнение заказов. Заказы для Сэма. Выбрать. Получение заказов. Подтвердить. Подтвердить. У меня в принципе с собой все есть. Погрузить. Все. Замечательно. И подтвердить. Все. Отправиться в путь. Окей. Ну вот как бы мы Яндекс такой курьер и путешествуем. Вот и все. Ну что ребят. Как-то вот так вот работает игра. Death Stranding Director Cut. Это максимальное издание. Кстати. Самое максимально расширенное режиссерское какое-то издание. На Xbox Series X. При разрешении 2160p, 4K 60 кадров в секунду и 1800p и 60 кадров в секунду. Красивая графика. Конечно же максимально оптимизирована на игру. И конечно же все тут замечательно. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал. Оставить свой лайк. Ну и конечно же написать комментарий, если ты думаешь о данной игре. Xbox Series X. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте. Присоединиться к Discord серверу. Подписаться на мой Instagram. И вступить в мою группу Telegram. Также подписаться на Twitch канал. Там тоже проходят прямые трансляции. Как и на YouTube соответственно. Просто у кого-то не крутят. YouTube можете смотреть через Twitch. До скорой встречи, ребята. Пока. И уже совсем скоро. Увидимся.